Анастасия Матвеева Судили на еженедельном совещании Авария на ЛПК День воздушно-десантных войск Отметили в Усть-Илимске На городских заправках Не доливают бензин В Иркутской области На утро 3 августа 2016 года Не зарегистрированы действующие лесные пожары Как сообщает пресс-служба Правительства региона За сутки в лесном фонде Ликвидировано 6 ранее действовавших Возгораний в Казачинско-Ленском Жигаловском, Качукском И Усть-Кутском районах Помимо этого потушено 3 вновь обнаруженных Очага в Усть-Удинском И Усть-Илимском районах По данным Иркутского управления гидрометеорологии И мониторинга окружающей среды 3-5 августа в регионе Прогнозируется малая и средняя Местами в северных районах Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов Как всегда по вторникам В администрации города Прошло еженедельное совещание В котором приняли участие Представители городских департаментов И управлений Какие вопросы они обсуждали на этот раз Смотрите в материале нашего корреспондента Очередная планерка прошла Под председательством Первого заместителя мэра города Сергея Клеменка Первая отчиталась перед присутствующими Начальник департамента жилищной политики И городского хозяйства Оксана Янковская По ее словам Что касается городского хозяйства На данный момент все заявки по народным инициативам И контракты отыграны Все подрядчики определены и приступают к работам А также за прошедшую неделю в городе не было никаких чрезвычайных ситуаций Основной акцент Оксана Игоревна сделала на стартовавшем аукционе По приобретению жилья для детей-сирот Всех желающих поучаствовать Просьба подать заявки до 9 часов утра 10 августа Подробнее об этом можно прочесть на официальном сайте города Также она рассказала о том, что 5 августа в Устилимске Ожидается визит директора фонда капитального ремонта при Ангаре Цель его поездки В первую очередь это встреча с жителями города С управляющими компаниями С работниками администрации Со всеми заинтересованными лицами Кому интересен вопрос капитального ремонта домов Вторым пунктом его поездки является непосредственный осмотр домов Которые в этом году у нас ремонтируются по уровню фонда капитального ремонта Напомню, таких домов у нас 4 Дружба народов 28 50 лет в ЛКСМ 8 30 и 32 Всех желающих приглашаем в пятницу в 10 часов 100 кабинет и кабинет 312 для личного приема Также в своем выступлении Оксана Янковская остановилась на недобросовестных арендаторах муниципального жилья Которое было предоставлено им по договорам социального найма Недобросовестными нанимателями сдается в аренду третьим лицам То есть происходит обогащение Либо там проживают соснов какие-то дальние родственники, знакомые, друзья Такие квартиры обнаруживаются в ходе регулярных рейдов Наниматели уведомляются о недопустимости сдачи квартиры в наем Поэтому следующими действиями с нашей стороны Это будет расторжение договоров социального найма И судебном порядке выселения таких граждан В докладе заместителя начальника управления образования прозвучала информация о зачислении детей в первые классы На сегодняшний день из 40 запланированных 39 первых класса уже укомплектованы Наибольшее количество вакантных мест предлагают школы номер 2, 11 и экспериментальный лицей В остальных учреждениях мест осталось по одному, два или не осталось вовсе Родителям необходимо поторопиться с решением этого вопроса и не тянуть до 1 сентября По словам начальника управления пенсионного фонда Специалистами активно проводится прием заявлений на предоставление единовременной выплаты из маткапитала В размере 25 тысяч рублей Кроме этого, с 1 августа произведен перерасчет пенсии работающим пенсионерам О работе департамента недвижимости доложил Александр Федотов В июне месяце прошли у нас в аукционах по комплексному освоению территории Под индивидуальное жилищное строительство На 1 марта сейчас ведется у нас, согласно договору, все в законном порядке Ведется планировка территории для планирования и неживания Лес, который вырублен, оплачен Миллион рублей в департаменте жилищной политики перечислено, согласно нашим правилам Здесь идет все в законном порядке, чтобы предупредить Потому что уже начнут появляться заявления, звонки И второй момент На этой неделе начнется планировка территории под строительством спортивного сооружения Которое будет расположено на пустыре за ровесник и 15-й школой Само спортивное сооружение строительства будет ввести группа «Элим» С дальнейшей передачи я вам в дирекции спортивных сооружений По управлению структуры спорта и инвестрации города После получения всех разрешительных документов начнется строительство Планируется, что в спортивном комплексе будет три площадки Одна для игровых видов спорта, другая для единоборств, третья для керлинга О том, какой будет эта неделя для муниципалитета, мы узнаем на следующем совещании Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город» В течение июня и июля 2016 года члены рабочей группы при администрации города Обследовали 55 конструкций сушилок для белья Установленных на придомовых территориях многоквартирных домов Данная работа инициирована администрацией города На основании наказов горожан, собранных депутатами городской думы И мэром города Вакелем Тулубаевым во время предвыборной кампании 2015 года По итогам обследования на каждую конструкцию составлен акт технического состояния и безопасности В целом, большинство данных сооружений не выполняют свои непосредственные функции Ввиду отсутствия потребности населения А также представляют опасность для эксплуатации и возможных игр детей По заключению рабочей группы, 54 сушилки для белья подлежат демонтажу и утилизации Одна сушилка в левобережной части города используется местными жителями по назначению И пригодна для дальнейшей эксплуатации Непригодные и небезопасные сушилки для белья во дворах будут демонтировать под контролем управляющих компаний В дальнейшем на местах под данными сооружениями собственники жилья могут путем голосования Установить детские площадки, автопарковки и клумбы О дорожных происшествиях 2 августа водитель КАМАЗа в районе КПП номер 3 лесопромышленного комплекса на перекрестке равнозначных дорог Не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю Субару и допустил столкновение с ним В результате ДТП легковая машина сильно деформирована Пострадавших и травмированных нет По данному факту проводится проверка 2 августа в России отметили День воздушно-десантных войск По данным пресс-службы Минобороны Российской Федерации Почти миллион десантников разных стран и возрастов Праздновали 86-ю годовщину создания этого рода войск Густилимский торжественный митинг, посвященный этому событию По традиции прошел у памятного знака три звезды На мероприятие побывала и наша съемочная группа 2 августа памятная дата Именно в этот день отмечается день рождения советских воздушно-десантных войск Относительно других, ВДВ совсем молодое войско В этом году десантники отметили 86 лет со дня образования Но суровый отбор и напряженные тренировки делают воздушно-десантные войска особенными А почетное прозвище «Голубой берет» мечтают носить многие ребята Но это доступно не всем Настоящий десантник он крепок, силен, бесстрашен, наделен отвагой и верностью своей родине История крылатой пехоты ведет свой отсчет со 2 августа 1930 года Всегда десантные войска решали самые сложные военные задачи Проявляли исключительный массовый героизм и заслужили почетное право армейской элиты В этот день по всей стране прошли праздничные мероприятия, концерты, благотворительные акции и митинги Устилимск не остался в стороне По традиции, утром 2 августа «Голубые береты» собираются у памятного знака «Три звезды» Чтобы встретиться, услышать поздравления от представителей общественных организаций и коллег из других войск Кроме того, почтить память тех десантников, которые пали, сражаясь за родину Что значит день ВДВ для десантников, мы поинтересовались у самих виновников торжества Для меня он многое значит Я 2 года жизни отдал службе в ВДВ Служил в Витебской дивизии 103-й 350-й полк парашютно-десант Ну как бы в Афганистане полтора года И для меня он очень многое значит Полтора года боевых действий И друзья все мои, все служили там же Так что это, как говорится, самые основные годы моей жизни Что я всегда вспоминаю с любовью и тоской Всех служивших в ВДВ поздравляю с праздником Это очень большой праздник для них, для всех И счастья всем, здоровья и удачи Любой десантник прекрасно помнит и никогда не забудет годы службы О самом запоминающемся рассказал Геннадий Маковецкий Вспомните, пожалуйста, о годах своей службы Что самое запоминающееся было? Для меня самое запоминающее было Это вода Холодная вода Почему? Потому что я сибиряк А служил в Верганской дивизии Ташкент, Узбекистан Средняя Тойбиш, Азия Вот я почувствовал цену воды Ну ничего, выжили все, все нормально Я даже рад В прыжке были? Так точно, прыжки были, конечно Прыгал сначала первое время с вышки в карантине Потом сан второго, потом сан двенадцатого И мне посчастливилось совершить прыжок Правда, один сил 76 Дорогие десантники практически Поздравляю вас с Днем Воздушно-Десантных ВОЗ Желаю вам крепкого сибирского здоровья Семейного благополучия Всех земли Никто, кроме нас Мы присоединяемся к поздравлениям И от себя хотим пожелать мужества, силы, выносливости Надежных друзей и проверенных товарищей А также безупречного здоровья Алена Калько, Александр Килин Информационная программа «Северный город» Покойника подхоронили в чужую могилу На общественном кладбище в Усть-Илимске Никакого разрешения Ни у местных властей Ни у родственников ранее захороненной При этом не спросили Свидетельства о смерти тоже не было Об этом сообщает Усть-Илимская прокуратура Суд, изучив материалы дела Постановил исправить нарушение Произведена эксгумация умершего И его перезахоронение на другом участке кладбища С соблюдением норм действующего законодательства Отметили в ведомстве Поскольку данными незаконными действиями Был причинен существенный моральный вред Родственницы ранее захороненной А также нарушена правовая гарантия охраны умершего В памяти о нем Межрайонной прокуратурой В органы дознания в отношении Индивидуального предпринимателя Осуществившего под захоронение Направлены материалы проверки Для нарушения вопроса Об уголовном преследовании По статье самоуправства С каждым годом цены на бензин безжалостно ползут вверх Что бьет по карману обычных граждан Но не только этот факт может расстраивать автомобилистов Заплатив кругленькую сумму на заправки Мы надеемся получить не только качественное топливо Но и тот объем бензина, который мы оплатили Зачастую недобросовестные заправщики Обманывают потребителей О том факте, произошедшем в Уст-Лимске Нам рассказали в полиции 27 июля 2016 года он позвонил в дежурную часть Межмуниципального отдела Уст-Лимский Где устно объяснил Что на автозаправочной станции По дороге на территорию лесопромышленного комплекса Руснефть Его обсчитали при заправке топлива И данное сообщение было зарегистрировано По данному заявлению была проведена проверка Совместно со специалистом нефтебазы На лесопромышленном комплексе У нас был специальный мерник Который измеряет это топливо Объем этого топлива И по специальной формуле Было вычислено, что Вот формула Я вам покажу По которой вычисляется Насколько было Произведен у нас обсчет Покупателя при заправке И в ходе данной проверки Было установлено, что При заправке 10 литров топлива Нас обманули на 3 рубля 97 копейки А при заправке 1 литра Нас обманывают на 40 копеек С каждого литра Ну по 39 получается копеек Составлен был административный протокол На оператора данного автозаправочного комплекса По статье 14.7 На граждан у нас идет штраф По данной статье от полутора тысяч до трех тысяч рублей На юридических лиц На юридических лиц От 20 до 50 тысяч рублей Данная статья рассматривается Территориальным Роспотребнадзором То есть весь собранный материал Будет отправлен в РПН Территориальный Роспотребнадзор Более 43 тысяч вакансий предприятий Иркутской области размещено на портале Работа в России Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу А работодателям работников На сайте представлена не только информация О свободных рабочих местах на предприятиях страны Но и наиболее важные показатели уровня жизни в других регионах Состояние экологии, средний уровень доходов Доступность жилья, перспективы развития Это была информационная программа «Северный город» С вами была Анастасия Матвеева Всего доброго, до скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова